Для обычных людей это просто листики ореха. Для специалиста это уже информация, потому что по характеру повреждений и погрызов на листве можно уже понять, какие виды насекомых могут присутствовать в данном насаждении. Человек, который пошел по грибы, пройдет мимо вот этих остатков этого гриба. На самом деле это очень опасный патоген леса. Он называется трутовик-швейница. Это плодовое тело образуется в стороне от дерева и все думают, что он ему не вредит. На самом деле гриб через корни проникает в ствол дерева и вызывает гниль внутри ствола. То есть этот гриб питается древесиной дерева. Добрый день! Герой нашего сегодняшнего интервью Святослав Эдуардович Никляев, начальник отдела защиты лесов Мособллеса. Сегодня мы будем говорить о здоровье наших лесов, в частности о защите лесов Московской области. Здравствуйте, Святослав Эдуардович! Доброго дня! Скажите, пожалуйста, кто больше вредит лесу? Насекомые, грибы или, может быть, бактерии? Они соревнуются друг с другом? Нет, смотрите, в лесу все сосуществуют. Это не спортивная арена, потому что насекомые не могут заселиться без действия грибов на дерево, без ослабления дерева грибами. Бактерии, это вообще отдельная история, потому что они могут питаться как живыми деревьями, то есть вот, допустим, берем одну из наиболее опаснейших бактерий области, это бактерия рвения, которая вызывает бактериальную водянку лиственных, то есть при этом уже у нас даже был отмечен случай бактериальной водянки хвойных, но это единичные, правда, случаи. Вот, то есть бактерии опять-таки осваивают, то есть каждый организм осваивает доступный субстрат, они не могут искусственно его ослаблять, это не выгодно ни одному живому организму. Берем, допустим, например, ну тот же, допустим, сосновую губку, то есть гриб, который все развивается внутри дерева, который выдает полмноголетнее плодовое тело, ему выгодно, чтобы дерево как можно дольше оставалось живым, потому что оно питается соками, ему не надо ни в коем случае его убивать, если убьешь хозяину, умрешь сам. Если смотреть по санитарному обзору, то у нас 60 процентов, ну можно поставить примерно, это вредители, процентов 38 это у нас грибы и там все остальное все вместе, потому что, на самом деле, надо четко понимать, что, допустим, наибольшей опасностью у нас являются абиотические факторы, то есть самый большой объем повреждения осуществляется из-за ветровалов. То есть не живые организмы? Конечно, это климатические факторы, потому что от этого уже образуется доступный субстрат, то есть ветровальники становятся местом, где будет накапливаться, скажем так, и инуклеум от патогенов, и, собственно, ксилофаги, которые потом будут разлетаться. Леса же Московской области, это леса с очень высокой долей вмешательства человека. Больше 80 процентов лесов в Московской области имеют фамилию, имя и отчество. И даже династии, которые родились. Вот мы сейчас с вами находимся в лесу, который был создан руками человека. То есть это искусственная посадка, которая прошла еще в начале 20-го, в конце 19-го, начале 20-го века. А диких лесов, получается, в Московской области совсем мало? Да, в основном они находятся на периферии, это леса нетронутые, это леса в болотистых местностях, то есть там, куда человек не смог добраться со своей хозяйственной деятельностью. И каков процент диких лесов примерно? Ну, где-то порядка около 20 процентов, может чуть меньше, потому что здесь надо смотреть более детально, но, допустим, вот искусственные леса, мы же, вот тут какая интересный момент происходит у человека. Человек живет меньше, чем выращиваемый объект. То есть, чтобы еловое насаждение достигло своего, скажем так, взрослого возраста, это 110 лет. 110, ну, 110-120 лет. Сосновое 130-160 лет. Леса искусственного происхождения, они постоянно рециркулировались. У нас так называемые старые эксплуатируемые леса. Лесное хозяйство по документам можно проследить вплоть до 16-го века в московском регионе. То есть, это как бы, ну, допустим, берем пример Англии, где, в принципе, лесное хозяйство к 18-му веку исчезло. То есть, вместе с исчезновением, так называемых, регулярных лесов. А в Германии оно по сей день существует. То есть, если мы берем, тоже вот, а если мы берем страны тропического пояса или, как сейчас говорят, глобального юга, то там доля искусственных лесов значительно меньше. Вот. Можно, допустим, посмотреть на китайский опыт озеленения пустынь. То есть, при этом многие технологии, которые используются сейчас в Китае, они были опробованы на территории так называемой каменной степи под Оренбургом. То есть, когда мы залесывали степи, когда, допустим, мы создавали знаменитый план по защите полей, сталинский план 50-х годов, который радикально перестроил систему сельского хозяйства, позволяя получать гораздо более соки. В чем дело? Лес и человек взаимодействуют все время. Знаете, как говорят многие биологи, что, ну, это как бы уже некто мыть, что человек, как вид, напрямую зависел в свое время от леса. И ведь леса, многоярусные леса, когда появились, они способствовали в том числе эволюции человека. Да, но это как бы основная теория эволюции, что и мы действительно зависим, потому что когда даже наши, если посмотреть, далекие предки, даже была, все смеялись, русская тактика, когда был специально, часть дружины заманивала в лес врага, ну, а дальше враг там и оставался. Из леса выходили уже только русские люди. Это взаимодействие с лесом, оно очень древнее. Лесом жили, лесом питались, лесом растились. Вот. Но здесь надо понимать, что человек в какой-то момент, скажем так, научился взаимодействовать с лесом. В какой-то момент мы даем слишком большую свободу и бросаем то, что мы уже создали искусственно. А здесь надо понимать, что существует понятие искусственных биоцинозов и естественных биоцинозов. Между ними существует радикальная разница. То есть любой агроциноз, неважно, будем мы выращивать древесину, будем мы выращивать плоды, будем мы выращивать пшеницу, будем мы выращивать овощи. Это искусственно созданная система, в которой человек регулирует процессы. И если, допустим, вы посадили плодовый сад, 3-4 года вы о нем заботились, а потом по какой-то причине, а пускай сам растет. Что будет? Он начнет собирать к себе болезни, он начнет собирать все проблемы. Точно так же и происходит с лесом. Если за лесом постоянно не ухаживать, особенно за рукотворным лесом, то сопротивляемость его значительно ниже. Во-первых, это эффект монокультуры. То есть, когда у тебя объединяется огромное количество монокультуры, любому вредителю, любому патогену, внутри него очень легко развиваться. И вот одна из важнейших задач лесозащиты – это выявление вот этих вот патогенных участков на ранней фазе и дальше проектирование мероприятий для того, чтобы локализовать и ликвидировать данную угрозу по отношению к насаждению. Какими эпидемиями у растений? Эпифитотии называются? Эпифитотии, да. Если я не ошибаюсь. Вам чаще всего приходится бороться? Ну, в лесном деле у нас это, скажем так, явление не такое частое. Но, допустим, вот сейчас одно из самых крупных, которые мы прошли, эпифитотии, мы еще как бы в ней тянемся. Это вспышка диплодиоза или сферопсиосового некроза на молодняках, которая прошла. Сюда этот патоген завезен искусственно. У пинос сильвесрос или сесны обыкновенной просто отсутствуют механизмы естественной защиты такой, которая, допустим, присутствует у сосны крымской, у черной сосны, у горной сосны, там эволюционно этот грипп существует на нижних ветвях дерева и помогает, скажем так, очищать ветви. Но оказавшись здесь вместе с посадочным материалом, он нашел себя, нашел новый питательный субстрат на сосне и, соответственно, стал развиваться. То есть, соответственно, эти вот, скажем так, вспышки, они могут происходить. То есть, вот это вот как бы наиболее важно. Опять-таки, я отмечу, опять-таки, деятельность корневой губки. То есть, она у нас пока не перешла в вирулентную фазу, но в пассивной фазе она у нас существует везде. То есть, если, допустим, берем пример Белоруссии, где буквально за три года погибло 35 тысяч гектаров сосняков, вот, и как бы еще вопрос не закончен, где оказалось, что изменение влажности, опять-таки, почвы, изменение грунтовых вод сопровоцировало переход корневой губки из, скажем так, из существования слабого паразита в агрессивного паразита. Это способствовало ослаблению деревьев, соответственно, появилась сосновая нематода, начал работать ипсокуменатус, или вершинный короед, и все вместе это сложилось в один кулак, который просто смел чистые сосновые насаждения в Белоруссии. У нас похожая ситуация была с короедом-типографом. Вода снизилась, старовозрастные насаждения накопились, корневая губка их ослабила, короед-типограф прилетел и начал размножаться. И все, и снес. И сколько длится этот процесс? Ну, если мы говорим об эпифитотии, допустим, диплодиоза, то вот пик эпидемии у нас пришелся на 15-17-е года. Сейчас, скажем так, идет сосуществование, то есть понятно, что он никуда не уйдет, потому что надо понимать, что в защитных лесах Московской области применение системных фунгицидов является запрещенным делом, потому что это сложная химия, которая в том числе повлияет на, скажем так, основной биологический вид Московской области на человека. Есть ли какие-то признаки, по которым можно спрогнозировать, что в ближайшее время будет вспышка? Какие-то способы предотвратить? Да, это огромная часть, собственно, нашей работы. Это постоянный мониторинг прогноз, то есть замеры измерения, которые позволяют... ну, как бы есть три формы. Это мониторинговая работа, это надзорная работа и это прогнозная работа. Вот если я не специалист, я пришла в лес, я могу невооруженным взглядом посмотреть, что, например, много птиц, которые едят насекомых или еще что-то увеличилось, количество каких-то организмов, и сделать вывод, что, значит, здесь скоро будет эпидемия. Ну, скажем так, без специальных знаний это, на самом деле, задача непростая, потому что обычно человек видит все происходящее, когда уже все это находится уже в фазе массового размножения, то есть когда это становится заметным. Ну, допустим, приводим сейчас вот действующую эпидемию непарного шелкопряда. В весенний период люди не замечают, что крошечные гусеницы поднялись в кроны их же собственных яблонь. Они их замечают, когда они уже достигают пятого-шестого возраста, когда это такие здоровые, жирные, пушистые зверьки, вкусно отъедающие листву любимых яблони, и идет осознание того, что все, с уважаем, прощаемся. Или вот, допустим, опять-таки было у нас два года подряд, это вот по сельскохозяйственным объектам, это цветоед, яблоневый цветоед, он подъедал соцветия, многие люди на это обращали внимание только того, когда уже вот вроде бы должны яблочки образоваться, а вот цветочки-то уже все пожухли. То есть человек замечает только видимые факторы, а на самом деле, скажем так, чему учат в лесозащите, это нужно видеть то, что скрыто от общих глаз. Ты должен видеть жизнь леса не бегом, а в деталях. Мы очень часто, когда приезжаем в лес, у нас состояние счастья. Цветочки, птички, грибочки, ягодки и дальше, ой, поганка. Для нас-то это поганка, мы ее не едим, для кого-то это ценнейшая вещь. Ну, простой пример, любой мухомор, пантерный мухомор, для нас яд. Для 90% из животных это лекарство и плюс питание. Странные несъедобные грибы рядовки или там скрипицы, валуи, тоже для нас это непонятно что, для некоторых это еда. И вот это детали, которые внешние, которые мы видим. А когда мы начинаем смотреть глубже, мы начинаем видеть процессы. Мы начинаем замечать прутовики на деревьях, мы начинаем замечать повреждения деревьев, морозобойные трещины, различные разрушения коры из-за различных язвенных процессов. Мы начинаем замечать погрызы листвы, то есть маленькие, аккуратненькие надрезы, дырочки, точечки. Мы замечаем надрезы или курчавость листьев, когда листья собираются в розеточку. Многие говорят, ой, какие красивые цветочки на дубе. На самом деле это галлообразующая, это галлица, которая образует вот эти розетки. Это достаточно серьезный вредитель, который препятствует на самом деле развитию, нормального развития желудей и развитию дерева. То есть местами в регулярных дубах с ним нужно бороться. Опять-таки это все нужно заметить на начальной фазе. То есть вот мониторинговые мероприятия, это мероприятие по выявлению новых вредителей. Надзорное мероприятие, это мероприятие, которое требует наблюдения. Вот вы нашли участок, он может быть патогенен, может находиться в состоянии, скажем так, депрессии. То есть накопление численности всего. И вот этот вот уже надзор требуется постоянно за этим участком, потому что ты знаешь, что в этом месте когда-то кто-то был обнаружен. И вот этот вот кто-то имеет определенные характеристики. Соответственно, при образовании определенных характеристик он выстрелит заново. И вот здесь как раз мы переходим к искусству прогноза, потому что мало того, что нужно знать биологию вида, нужно знать еще и цикличность вида. То есть это так называемая популяционная динамика. То есть у каждого вида существуют свои циклы развития. То есть берем, допустим, майского жука. Ой, полетел майский жук. Но на самом-то деле он пять лет ел корни растений. Он пять лет повреждает растения, прежде чем превратиться в жука. Допустим, есть такой зверек, который называется рыжий сосновый пилильщик. Маленькая муха. В оригинале это просто мушка. На деревьях это такие странные, ложно-гусеницы, которые еще странным образом изгибаются. Но особенность этого насекомого в том, что он подбирает, когда ему, скажем так, стать имага, когда ему стать взрослым насекомым. Уйдя в окукливание, то есть в поконы, он может находиться в диапаузе до трех лет. Причем в этой диапаузе каждая особь может выбирать себе пол. Станет он самкой или станет оно самцом. В зависимости от определенных климатических моментов будет больше самцов или больше самок. Такая же история, допустим, можно посмотреть на всех уэлистогрызы. То есть они изменяют половой состав в зависимости от того, куда популяции нужно двигаться. Но как вы боретесь, например, с теми же насекомыми? Вот произошла эпидемия и что дальше? Дальнейшие действия? Нет, сначала идет первоочередная. Сначала мы выявляем нарастание численности. Все, соответственно, дальше идет выявление границ распространения. То есть, да, это такая большая нудная работа, когда ты едешь, поехал определенное расстояние, остановился, заложил пробу. Остановился, заложил пробу. Дальше ты не всегда ездишь по дорогам. Это может быть еще и проходы по диагоналям через квартала. То есть в определенном месте ты закладываешь пробы, смотришь по кормовым парадам, в зависимости, кого ты ищешь. Соответственно, дальше ты получаешь рисунок популяции. То есть большая численность, нижняя численность. Потом ты смотришь внутри этой популяции. Затем, какой набор хищников и болезней существуют по отношению к этому патогену или вредителю. То есть, если, опять-таки, мы берем те же самые грибы, то может получиться так, что, допустим, корневая губка неплохо взаимодействует с плоским трутовиком гонодермой. И они в определенных участках могут друг друга вытеснять. И тот патоген, и тот патоген. Но скорость разрушения корневой системы у одного гриба одна, скорость разрушения корневой системы у другого гриба другая. То есть происходит, естественно, взаимое, скажем так, занятие ареалов. Вот. Та же самая история происходит с насекомыми. То есть одни насекомые занимают территорию, выдавливают другие. Вот, допустим, когда на определенном этапе, вот если берем непарного шелкопряда, параллельно ему появляется еще кольчатый шелкопряд, пушистый шелкопряд. То есть это так называемые виды спутники, которые показывают определенный момент прохождения вспышки. А как вы их как-то уничтожаете какими-то средствами? Дальше, ну, слово уничтожаем не совсем оно правильное, потому что, опять я говорю, еще есть особенность защитных лесов. Вот здесь надо понимать, в эксплуатационном лесе это то же самое, что поле. Там ты выводишь технику, берешь химикаты и вперед. Все, что вредит основной породе, все зачищается. Ну, чтобы было понятно, допустим, промышленная обработка яблонь, это от 8 до 15 обработок в течение сезона, чтобы получить яблочки. Вот, с лесом такое не получится, соответственно, мы используем методы так называемой, либо барьерной обработки, когда мы локализовываем искусственно вредителя в каком-то резервате, чтобы там запустились биологические процессы, и он сам себя подавил. Потому что существует всегда принцип управления биологической системой. Если существует кто-то, то дальше существует хищник. Вот принцип «я еда» внутри системы биологической является очень важным. Человек тоже еда, когда ты заходишь в лес, потому что в тайге ты будешь едой. Ты не сможешь противостоять ни волкам, ни медведям, не имея ножа подготовки определенного уровня храбрости и навыков. Тебя просто догонят и съедят. Соответственно, здесь что происходит? Накопление одного вида насекомых вырождает накопление другого вида насекомых, то есть плотоядных насекомых, которые будут питаться этим видом. То есть, как вот сейчас происходит, допустим, накопление наездников, происходит накопление хищных мух, происходит накопление яйцеедов. То есть, все, что можно вот съесть, съедается. Плюс внутри самой популяции, вот как у человека, вот допустим, сейчас было прохождение эпидемии коронавируса, похожим образом происходит вспышка любого заболевания. Внутри большая скученность, маленький объем питания, недостаточность, ну как у нас, сидячая работа, недостаточность стресса, воздействие вредных факторов. Вот вам низкое противостояние тому или иному заболеванию. Соответственно, и дальше пошел коммунилитивный эффект. И вот здесь задача, допустим, специалиста по лесозащитой в защитных лесах Московской области, это как раз пытаться заставить биологические процессы пойти в их естественных руслах, минимизировав риск для участков леса, который непосредственно взаимодействует с человеком. То есть, ограничить распространение этой инфекции, потому что подавить биологическими средствами полностью всю территорию, это невозможно. Плюс есть распространенное мнение, что в Московской области все леса проезжие. Да, они проезжие тогда, когда ты ездишь только до ближайшего озера отдохнуть с палаткой, ну, походить с корзинкой за грибами. Но когда ты понимаешь, что чтобы обработать большой участок леса, туда нужно загонять технику, техника эта весит, скажем так, не один десяток тонн. Вот, применение авиации в Московской области невозможно, потому что ты так или иначе зацепишь ту или иной СНТ до деревню, поселок, город, а препараты в любом случае имеют, ну, скажем так, то или иное воздействие на человека. Опять-таки мы не исключаем еще такой, как бы, большой процент населения, которые страдают различными формами аллергий. Вот. Можно просто не предсказать. Вот. Поэтому здесь и совершенно другие принципы. То есть у нас, когда идет речь о стволовых вредителях, тут единственное средство – это топор. То есть ты должен уснизить кормовую базу. Если мы говорим о вредителе листа едущих, хвои листа грызов, то здесь надо максимально его выдавить в ту территорию, где ему будет тяжелее всего питаться или вернуть его в ту зону, где у него уже начались процессы заболеваний, то есть вот как мы их обратно загоняли на болото, то есть там, где уже в популяции очень высокий уровень и хищников, и уровень заболеваемости. И дальше, соответственно, популяция сама себя поглощает и остается небольшая зона, и она возвращается в естественную численность. Вот это вот очень важный момент, что основная задача работы лесозащиты в лесах с высоким уровнем освоенности – это регуляция популяции и возвращение в естественное значение. Скажите, пожалуйста, а российская школа леса, она остается по-прежнему одной из ведущих в мире? Да, безусловно. Несмотря на все процессы, потому что методика, опыт, технологии, которые были заложены на протяжении почти трех веков с формирования школы, да, оно имеется место быть, многие страны в мире прислушиваются, причем надо сказать, что приемы, которые используются в российской школе лесоводства, прекрасно используются и в так называемых сейчас недружественных странах, и в странах дружественных. То есть если мы говорим, допустим, о китайской школе лесоводства, то китайской, вьетнамской, африканской, южноамериканской, то советская школа, российская школа оказывает на нее очень высокое влияние. А чем отличается именно российская школа, в чем ее главная особенность? Ну, это сложно сказать, вот так по-большому. На самом деле это отношение, это осознание теории рубок, это осознание биологии леса, то есть различные подходы формулирования, то есть наша школа приветствует в первую очередь это системный подход, это рациональное использование леса на долгом периоде. Понятно, что у нас есть и экстенсивное лесное хозяйство, и интенсивное лесное хозяйство, но если мы, допустим, осваиваем сибирские леса, то есть там, где первый очередной, ну, первый проход, и то уже сейчас как бы идет позиция на лесовосстановление, на выращивание культур, на определенный порядок ухода за ними, то есть определенные способы заботы и формирования будущего леса. Вот в чем, как бы, тонкий момент. Что нужно сделать, чтобы защита леса более эффективно работала, чего сейчас больше всего не хватает? На самом деле одной из самых сложных проблем в лесозащите всегда были люди. То есть подготовить специалиста, который может видеть лес, который может вовремя определить те или иные болезни, это задача очень непростая. Многие говорят, что вот после института он сразу может быть способен. Нет, на самом деле наш опыт показывает, что после института еще как минимум пять лет практики, прежде чем человек начнет понимать, чувствовать и, самое главное, знать глубоко предмет. И сложная есть еще одна система. За годы увлечений импортом мы потеряли очень многие отечественные разработки машиномеханизмов. Сейчас это становится особенно заметно, когда нужно проводить те иные мероприятия по локализации, ликвидации очагов, а техники, инструментария не хватает. Опять-таки снова инструменты и привязка к ним люди. У нас много перспективных, интересных препаратов, очень большая группа. Но опять-таки из-за того, что мы постоянно играем в экономическую эффективность, то есть на то, насколько может какое-то предприятие заработать на этом препарате, многие препараты оказываются невостребованные рынком. То есть они разработаны научными институтами, они имеют мелкосерийное производство, но использовать широко лесное хозяйство их не может. Надо понимать, что лесное хозяйство далеко не всегда будет высокоприбыльным бизнесом. Это бизнес, который постоянно требует вложения. Только в отличие от нефти и газа он не кончится. Тут вот есть один очень важный момент. Есть всегда хороший пример с минеральной водой. Уходит лес, уходят минеральные источники. И это жесткая зависимость. Уходит лес, уходит сельское хозяйство. И вот это понимание, оно должно как-то вот прийти либо к возвращению, а переосмыслению опыта и уже построению новой системы в новой реальности. То есть вот эти вот совместные складывания. А когда мы говорим о людях, то есть что такое лесное хозяйство? Лесное хозяйство – это не только лес, это еще и люди. А люди, в том числе специалисты, это жилье, забота о семье. Молодой специалист так или иначе в ближайшие 3-4 года после прихода в лес он образует семью. Ему надо жить, надо жить. Раньше каждый лесник, каждый лесничий, все специалисты лесного хозяйства, даже сейчас есть такое понятие, поселки лесхозов были, он получал жилье. Он был уверен в завтрашнем дне. Это очень важный момент, потому что работа лесника, она тяжелая. Во время сезона у тебя, ну считайте, даже отпуска нет. Ты за свой лес все равно будешь ездить. Все мы во время отпусков вынужденно приезжаем на свои участки. Мы, если надо, просто сами приедем. Будем следить за своими территориями. То есть здесь есть некая роль, отчасти призвание, отчасти самоосознание себя в лесном хозяйстве. Это одна из тех отраслей, где роль династии имеет принципиально важную задачу. И вот зачастую бывало так, что отец возглавлял лесничество, сын приходил лесником, отрабатывал все снизу, отец уже уходил на пенсию, уступал место, и дальше вот происходила сменяемость поколений. Дети там брали соседнее лесничество, все жили как бы вот, и все понимали, то есть это вот лесные династии, да, такое явление, это вот одни, это, скажем так, эти факторы, которые непосредственно влияют на лес. Надо понимать, что лес все равно справится без нас. Вот есть знаменитый проект «Земля без людей», когда биологи из разных стран мира, биологи, географы, геологи, климатологи создали идеальную модель. Что бы случилось, вот по щелчку на планете исчезло бы человечество. Да, пройдет цикл техногенных катастроф, но пример вам Чернобыля. Там все восстановилось. И восстановилось в совершенно своих. Сейчас все специалисты пытаются изучать. Очень много специалистов изучают в Брянской области, где леса восстановились и начали самоочищаться. То есть это процесс. Но если мы говорим, что человечество взаимодействует с чем-то, то человечество должно именно взаимодействовать, то есть создавать систему, при которой люди работают с лесом, а лес становится соединенной частью нашей цивилизации. Вот в чем дело. Святослав Эдуардович, спасибо большое за очень интересную беседу. Благодарю.